смотрите вот такую перемычку сделал то есть обычный проводок зачистил его можно в середине можно края без разницы как сделал отвод теперь второй вывод от лампочки один же мы подключили на шунт ш а второй мы соединяем с этой перемычкой вот так вот и подключаем можно хоть со стороны d контакта хоть со стороны в как вам удобно все соединяем между собой д и в и смотрите у нас вывод минус и вот сюда на перемычку мы плюс подключаем вот тут полярность уже важно на подложку строго минус на перемычку строго плюс как вы видите лампочка у нас начало светиться теперь я добавляю блоком питания напряжение добавляет 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 бах она выключилась и сейчас я подключу на выход лампочки вольтметр и посмотрим при каком напряжении у нас происходит отключение так уменьшим яркость чтобы не так мешало я подключил вольтметр мультиметр в режиме вольтметр и добавляя напряжение ну вот с учетом погрешности 27 28 вольт отключения у нас как и заявлено все отлично вот таким вот нехитрым образом проверяется теперь по поводу лампочки светодиодом не советую использовать по одной простой причине потому что они не создадут нужную нагрузку бывает такое что светодиодная лампочка прекращает свечение а под нагрузкой который создает лампа накаливания даже вот 21 ваттная уже все не срабатывает то есть силовой транзистор пробит таким вот образом применяя лампу накаливания вы более точно можете проверить этот интегральный регулятор конечно же если у вас будет на 40 ватт лампочка примерно 45 на 50 это даже лучше но не везде вы сможете найти такой мощный регулируемый блок питания по поводу того как собрать регулируемый блок питания для проверки даже вот для 21 ваттной лампочки у меня на канале есть очень много видосов там можно даже собрать буквально на одном транзисторе составном либо на двух транзисторах практически все что есть под рукой даже если ничего под рукой нету в принципе эти детали не очень дорогие можно даже взять импульсный блок питания как человек называет электронные трансформаторы и сделать их с регулировкой ну кто на что гораздо в общем то но самое главное мы добились у нас все отлично все срабатывает регулятор у нас живой а значит него можно ставить в генератор и в принципе генератор у нас тоже будет выдавать нужное напряжение на этом все кому понравилось пальцы вверх кому нет пальца вниз ну желаю всем успехов до новых встреч